We are the only man who said that you hear my heart, that you give your life forever you'll stay. Yeah! 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 Кто из вас не знает о Димаше и о его исключительном голосе? Есть такие, кто ещё не знает, кто такой Димаш? Димаш знаменит своим широким вокальным диапазоном. У него почти шесть октав. Кроме этого, у него есть техническое мастерство. Он может воспроизводить мощнейшие ноты. И также он обладает талантом передавать сильные эмоции через свои песни. Он чувствует себя комфортно в разных музыкальных стилях. И сейчас в воздухе повис вопрос. Возможно ли петь так же, как Димаш? Давайте-ка я поведаю вам его секреты. Всем привет! Меня зовут Джения. Я являюсь преподавателем по вокалу. Почему я живу? Почему я живу? Почему я живу? Ну что сказать? Очень такое... мягкое начало песни. Вокальные связки задействованы минимально. Такие крошечные касания. Почему я живу? Почему я живу? Почему я живу? Это происходит с этой мягкой артикуляцией. Почему я живу? И там очень много воздуха, что создает такую трогательную атмосферу. Почему я живу? В конце предложения Димаш добавляет вибрато. Почему я живу? Почему я живу? Почему я живу? Почему я живу? Можно сказать, что при этом мягком пении он добавляет вот эти маленькие мелизмы. В конце фраз это такие нежные узоры. Почему я живу? Почему я живу? Почему я живу? Почему я живу? Здесь он переключается на головной голос, который кажется более настоящим. И мне нравится вот этот эффект, когда его голос будто бы пропадает. Я про вот эти обрывы. Я не могу в точности сымитировать то, что он делает. Димаш поет фальцетом, используя воздушный поток. Но в конце этой фразы он поет смешанным голосом. Ему нравится жонглировать различными стилями и техниками. Он никогда не поет что-то одним и тем же голосом. В этом и проявляется мастерство певца. Мы никогда не поем одинаковым голосом и используем много различных эффектов. Не переход, а сюрприз. В этом и весь Димаш. Вместо того, чтобы продолжать петь нежным голосом, он дарит нам эти мощнейшие низкие ноты. На слове «Земля». Здесь у него лирический голос. Здесь он видоизменяет свою технику. Гортань была на нейтральной позиции. Теперь он ее понижает, чтобы придать своему голосу более глубокое звучание, напоминающее звучание оперного певца. И опять его звук обрезается. Как же я обожаю, прям люблю эту манеру, этот эффект. Я люблю быть в бою. Я люблю быть в бою. С головного голоса на фальцет. У него такой четкий контроль. Видно, что это годы работы. Никакого чуда. Только упорный труд. И опять эти низкие ноты. Он показывает свой огромный вокальный диапазон. И тот же самый принцип. Фальцет, головной голос, много вибрато и академический подход с гортанью в нижней позиции. И здесь мы слышим динамику. Вначале все было так спокойно. Но теперь песня нарастает. И опять у нас сюрприз. Здесь он выбирает сложный интервал для пения. Димаш начинает потихоньку раскрывать потенциал своего голоса. Но при этом остается в своем лирическом голосе. И всего лишь на мгновение показывает нам другую грань. Это начало второй части песни, которая начинается под эти ударные. Песня начинает раскрываться. И здесь он уже использует смешанный голос. Такой более поп. Современное пение. И это не имеет ничего общего с тем, что было до. Здесь был вокальный фрай. И мелизмы. Это все атрибуты современного певца. Прекрасно. Я хочу отметить его талант играться с динамикой. Он будто бы оживляет песню. Димаш знает, когда нужно поднажать, а когда нужно отпустить. Он создает эти волны, придающие жизнь песне. Димаш спел это головным миксом. Головной микс. Это прозвучит немного сложновато, но я попробую объяснить. Это вариация смешанного голоса в верхнем диапазоне. Это означает, что это смешанный голос, но при этом в нем преобладает гармоники головного голоса. Я аж потерялась, потому что это был безмерный контраст. Это целый калейдоскоп различных оттенков низкого голоса, высокого голоса. Я думаю, секрет Димаша как раз таки в этом разнообразии, в его смелости и уникальном видении интерпретации песни. А здесь уже эти мелизмы из современного пения. Хотя всего несколько секунд назад мы слышали типичное лирическое пение. Это опять сюрприз. Я не позволю себе не сказать об этой ноте с висковым голосом. Его диапазон во всей его красе. У меня, к сожалению, таких нот нет. И после такой кульминации, которая требует уйму физических сил и контроля, Димаш снимает напряжение просто разговорным пением. Он здесь, можно сказать, даже не поет. Он полностью проникнут этой песней и переживает ее на своей шкуре. Когда я слышу такое пение, я горжусь тем, кем я являюсь, и тем, чем я занимаюсь. В эти моменты я такая счастливая, потому что это так красиво, настолько прекрасно. И в самом конце Димаш рвет в себя все эти цепи. Здесь он полностью самовыражается. И его эмоции вырываются на свободу. Он настолько отточил свои высокие ноты с этой особенной артикуляцией. И он использует твенг. Он всегда поет со слышимым вибрато. И без всяких усилий. Головной голос, потом фальцет, потом смешанный голос. В этом припеве, кажется, есть все. Возможно, вы не сможете петь так же, как Димаш. Но у вас должна быть цель. Это раскрытие потенциала вашего голоса. Всем мерси за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео.